Мир Когда большинство из нас представляет себе пространство, мы думаем о космическом пространстве, о чем-то далеком. Но пространство, оно везде. Можно сказать, что пространство у нас есть в изобилии. Даже мельчайшие образования, например, атомы, из которых состоят все вещества у вас, во мне и во всем, что мы видим в мире, даже они являются почти полностью пустым пространством. На самом деле, если убрать все пространство внутри всех атомов, из которых состоит камень, стекло, металл, эмпайр-стейт-билдинг, то у вас останется... ...маленький комочек размером с одно рисовое зернышко, но весить оно будет сотни тонн. Все остальное – это пустое пространство. Но чем именно является пространство? Отец современной науки представлял пространство как пустую сцену. Для Ньютона пространство было основой для всего, что происходит в космосе, ареной, на которой разыгрывается драма Вселенной. И сцена у Ньютона была пассивной, абсолютной, вечной и неизменяющейся. Действие не могло повлиять на сцену, и сцена не могла повлиять на действие. Обозначив пространство таким образом, Ньютон смог описать мир так, как это не делал никто до него. Его неизменяющаяся сцена позволила ему понять практически любое движение, которое мы видим вокруг себя. Это дало результат в виде законов, предсказывающих все от падения яблок с деревьев до пути, которые Земля завершает вокруг Солнца. Эти законы работали так хорошо, что мы до сих пор пользуемся ими в наши дни. Когда запускаем спутники. И когда ведем самолеты на посадку. В основе всех законов лежит радикальная идея. Пространство реально. Хотя мы не можем его увидеть, понюхать или потрогать, пространство это нечто реальное, физическое. И этого достаточно, чтобы оно было точкой отсчета определенных видов движения. Например, эта девушка на коньках. Ньютон сказал бы, что когда она вращается, ее руки расходятся в стороны, потому что она вращается по отношению к чему-то. И это что-то и есть само пространство. Философы в течение долгого времени дискутировали о природе пространства. Что же сделал Ньютон? Он изменил термины дискуссии, и так родилась современная наука. Сцена Ньютона имела большой успех. Она была в центре внимания более 200 лет. Но в начале 20 века появилась новая система идей, которая подорвала самые основы сцены Ньютона. Эти идеи были высказаны молодым клерком, работающим в швейцарском патентном бюро. Его звали... Альберт Эйнштейн. Эйнштейн вырос в конце 19 века на рассвете эры электричества. Электрическая энергия освещала города и давала развитие таким видам технологий, которые Ньютон и представить себе не мог. Все эти достижения объединяло то, что захватило внимание Эйнштейна с детства. Свет. Не лампы и фонари, а сама природа света. И одно уникальное свойство света особенно привлекало Эйнштейна, а именно его скорость. Что и привело Эйнштейна к неиспровержению ньютоновской картины мира. Чтобы посмотреть, каким образом, давайте прокатимся. Сейчас мы едем со скоростью примерно 32 километра в час. Чтобы ехать быстрее, водитель просто должен нажать на педаль газа. И скорость машины увеличится. Вы можете почувствовать это изменение, но вы также можете увидеть его на спидометре машины или на уличном радаре, определяющем скорость. Хорошо, теперь можно помедленнее. Теперь представьте, вместо измерения скорости машины, уличный радар начинает измерять скорость света, идущего от фар машины. Этот знак показал бы, что свет движется со скоростью 1080 миллионов километров в час. Теперь, когда машина начнет двигаться, вы можете подумать, что скорость света увеличится настолько же, насколько и скорость самой машины. Можно было бы подумать, что движение машины толкает свет вперед еще быстрее. Но, к нашему удивлению, этого не происходит. Наш радар, или любой измеритель скорости света, всегда будет показывать, что свет движется со скоростью 1080 миллионов километров в час. Едет машина или нет. Но как это возможно? Как могут все измерения скорости света всегда показывать одно и то же число? Если вы бежите к стене, то она движется вам навстречу быстрее, чем если бы вы стояли неподвижно по отношению к этой стене. Но для света это неверно. Скорость света одна для всех. И это по-настоящему поразительно. И вот как Эйнштейн объяснил эту необыкновенную загадку. Зная то, что скорость – это мера пространства, в котором что-то движется во времени, Эйнштейн предложил ошеломляющую идею. Что пространство и время могут действовать вместе, постоянно приспосабливаясь так, что оказывается неважно, как быстро вы двигаетесь, когда измеряете скорость света. Она всегда оказывается одинаковой – 1080 миллионов километров в час. Чтобы у света было это абсолютное качество, времени пришлось перестать быть абсолютным. Пространству пришлось перестать быть абсолютным. Им обоим пришлось стать относительными. Таким образом, что они зависели друг от друга. Если мысли о гибкости пространства и времени кажутся непривычной, это всего лишь потому, что мы не двигаемся достаточно быстро в обычной жизни, чтобы увидеть это в действии. Но если бы эта машина могла двигаться почти со скоростью света, эффекты стали бы заметными. Например, если бы вы были на углу улицы, а я бы приблизился к вам со скоростью света, вы бы увидели, как пространство изменяется. Показалось бы, что моя машина имеет длину всего в несколько сантиметров. И вы бы услышали, как мои часы тикают очень-очень медленно. Для меня, находящегося внутри машины, мои часы тикали бы нормально. И отсюда пространство казалось бы таким, как обычно. Однако, если бы я выглянул из машины, я бы увидел, что пространство в значительной степени растянулось. И это для того, чтобы скорость света была постоянной. Согласно Эйнштейну, время и пространство более не рассматриваются, как постоянные и абсолютные. Вместо этого они объединяются с движением, формируя единую сущность, получившую название пространственно-временной континул. И в руках Альберта Эйнштейна эта новая картина пространства разрешит глубокую тайну, имеющую отношение к самой значительной силе в космосе. Гравитации Ньютон знал, что гравитация – это сила, которая притягивает объекты друг к другу. И его законы предсказали интенсивность этой силы с потрясающей точностью. Но как именно работает гравитация? Как Земля притягивает Луну за сотни тысяч километров пустого пространства? Они ведут себя так, будто соединены невидимым канатом. Но все знают, что это не так. И законы Ньютона этого не объясняли. Эйнштейн обнаружил, что никакими заплатами не златать дыры в Ньютоновской гравитации. Ему необходимо было изобрести ее механизм, ему надо было понять ее. Эйнштейн бился над этой проблемой более десяти лет. И в итоге пришел к сенсационному выводу. Секрет гравитации лежит в самой природе пространственно-временного континуума. Он оказался еще более гибким, чем Эйнштейн считал ранее. Он может растягиваться, как настоящая ткань. Это было действительно радикальным разрывом с представлениями Ньютона. Представьте, что этот стол это пространственно-временной континуум, а эти шары это объекты в пространстве. Если бы пространственно-временной континуум был простым и плоским, как поверхность этого стола, объекты двигались бы по прямым линиям. Но что если пространство, как ткань, может растягиваться и сгибаться? Это может показаться немного странным. Но посмотрите, что произойдет, если я положу что-то тяжелое на эту растягивающуюся ткань пространства-времени. И если я снова попробую, шар движется по вмятине на ткани, которую оставил более тяжелый объект. Так Эйнштейн понял, как на самом деле работает гравитация. Это деформация пространственно-временного континуума, вызванная объектами внутри него. Другими словами, гравитация – это и есть форма самого пространства-времени. Луна держится на орбите не потому, что ее тянут к Земле какие-то неведомые силы, а скорее потому, что она катится по изгибу пространства-времени, который создает Земля. С этими открытиями Эйнштейна пространство стало не просто реальным, оно стало гибким. Внезапно пространство появилось свойство, у него появилась кривизна. Внезапно пространство приобрело гибкую геометрию, почти как резиновая пластина. Это открыло нам новый способ размышления о реальности, который описывает всю Вселенную. Эйнштейн стал Эйнштейном благодаря этому наблюдению. Там, где Ньютон видел пространство пассивным, Эйнштейн видел его динамичным. Оно сплетено воедино со временем и диктует законы движения объектов. После Эйнштейна о пространстве невозможно было думать как о статичной сцене. Это актер, играющий главную роль в космической драме. Одно дело думать о пространстве как о динамичном, активном и гибком как ткани. Но так ли это на самом деле? Или это просто метафора? Описывает ли это то, каким пространство является в действительности? Теория Эйнштейна предсказывает, что единственный способ узнать это совершить путешествие на край черной дыры. Черные дыры это схлопнувшиеся звезды. Массивные объекты, сжатые до крошечной доли от их первоначального размера. Гравитация вокруг них столь сильна, что по расчету Эйнштейна вращающаяся черная дыра может буквально тянуть пространство за собой, скручивая его как кусок ткани. Ближайшая черная дыра находится в триллионах километров отсюда. И проверить это предположение трудно. Однако в конце 50-х годов физик по имени Леонард Шиф начал искать способ проверить идеи Эйнштейна, не уезжая далеко от дома. Шифа вдохновило то, что мы обычно считаем детской игрушкой. Гироскоп. Он думал, что если пространство действительно скручивается, как ткань. гироскоп может помочь определить это. Это была странная идея, и он развил ее в странном месте. Бассейне для преподавателей в Стэнфордском университете. Здесь, в 1959 году, Шиф встретился с двумя коллегами Уильямом Фербанком и Богом Кэноном. Он был впечатлен введенной рекламой высокотехнологичного гироскопа. Он выглядел по-другому, но работал так же, как и детская игрушка. Там они втроем и решили запустить подобный объект на земную орбиту. Обычно ось гироскопа направлена в одно фиксированное направление. Но если Земля тянет пространство за собой, тогда ось гироскопа тоже станет тянуться, изменив его ориентацию так, что это будет реально измерить. Это был потрясающе простой план. Была только одна проблема. Теории Эйнштейна предсказывают, что вращение Земли скручивает пространство совсем в незначительной степени. Эта величина так мала, как если бы мы попытались измерить высоту монетки с расстояния 100 километров. Коллеги провели более двух лет, пытаясь выяснить, как можно провести столь точные измерения. В итоге они выработали план, присоединить четыре свободно вращающихся гироскопа к телескопу, направленному на далекую звезду. Если пространство искривляется, то со временем гироскопы не будут указывать на звезду, так как они попадут в воронку пространства. В 1962 году они подали на Гранд НАСА, запросив около миллиона долларов на проект под названием «Гравитационный зонд-Би». Изначально члены команды думали, что проект займет у них около трех лет. Они были слегка оптимистичны. Команда все росла, и гравитационный зонд-Би стал одним из самых длительных экспериментов в истории. Десятилетия за десятилетием проходили в попытках реализовать изначальную идею, что означало отправить в космос телескоп и построить гироскопы, которые были бы одними из точнейших когда-либо созданных объектов. Технология была пугающей. Это было как морковка перед носом осла. Словно мы смогли бы сделать это через 5-10 лет, и эти 5-10 лет длились уже 35 лет. Проект занял почти 40 лет. На него было потрачено 750 миллионов долларов, и НАСА отказало ему 9 раз. В итоге, в апреле 2004 года команда собралась, чтобы посмотреть на запуск. Из трех человек, сидевших в 59-м году в бассейне, лишь один все еще был жив и смог увидеть это. И мы сидели и смотрели. Это крайне впечатляющий момент жизни. Поразительный. Это было безупречно. 10 тысяч мелочей сработали так, как надо. Более года гравитационный зонд Пи находился на орбите Земли, пока команда взволнованно наблюдала за каждым его движением, пытаясь увидеть, действительно ли Земля закручивает пространство. В итоге, стали поступать данные. Но была одна проблема. Гироскопы испытывали небольшую незапланированную качку. Привести данные в порядок стоило бы миллионы. Финансирование заканчивалось. Было похоже на то, что почти полвека работы могли пойти прахом. Затем, чуть не в последний возможный момент, появились два источника дополнительного финансирования. Сын члена первоначальной команды Уильяма Фарбенко сделал частное пожертвование. И турки Аль-Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, имеющий степень в аэронавтике в Стэнфордском университете, выделил крупный В течение двух последующих лет проблема с данными была решена. Было зафиксировано, что осьи гироскопа смещаются почти в точности на величину, предсказанную в вычислениях Эйнштейна. Я думаю, тогда впервые можно было увидеть этот эффект Эйнштейна. Это отклонение невооруженным глазом. Этот эксперимент предоставил самое непосредственное доказательство из всех когда-либо найденных, что пространство это нечто реальное, физическая данность, как ткань. В конце концов, если бы пространство было ничем, то нечему было бы искручиваться. В то же время, как Альберт Эйнштейн исследовал пространство в крупных масштабах, другая группа физиков изучала Вселенную крайне малых величин. Там они обнаружили полностью неведомый мир, где картину пространства Эйнштейна трудно было найти. Чтобы представить, о чем я говорю, вообразите, что вы уменьшились в миллиарды раз. Это царство атомов и субатомных частиц. Фундаментальных строительных блоков для всего, что мы видим. И когда вы уменьшаетесь до такого размера, мир играет совсем по другим правилам, которые называются квантовой механикой. Согласно этим правилам, даже если вы попытаетесь убрать самый последний атом и частицу, вы обнаружите, что пустое пространство вовсе не будет пустым. На самом деле, оно будет наполнено активностью. Частицы постоянно возникают и исчезают в небытие. Они появляются из ниоткуда, быстро аннигилируют друг с другом и исчезают. Хотя это и было предсказано в теории, только в 1948 году ученый по имени Хендрик Казимир предположил, что хотя мы не можем видеть эти частицы, они должны заставлять пространство делать то, что мы способны видеть. Он предположил, что если взять две обычные металлические пластины и поставить их очень близко друг к другу, ближе, чем толщина листа бумаги, тогда частицы с определенными энергиями будут исключены, потому что в каком-то смысле они не смогут поместиться между двумя пластинами. Вокруг пластин активность будет более бурная, чем между ними. Казимир подумал, что они будут соединены вместе тем, что мы обычно называем пустым пространством. И через несколько лет, когда этот эксперимент был проведен, было доказано, что Казимир прав. В пустом пространстве эти пластины притягивались друг к другу. Так что в масштабе атомов пустое пространство не пустое. Оно так наполнено активностью, что может заставлять объекты двигаться. Сегодня поиски понимания пространства в крошечных масштабах продолжаются в одном из самых дорогостоящих научных экспериментов за всю историю. Это СЕРН. Европейская организация по ядерным исследованиям в Женеве. Здесь, на глубине более 50 метров под землей, находится большой адронный коллайдер. Самый мощный ускоритель в мире. Его стоимость около 10 миллиардов долларов. Он ускоряет субатомные частицы на 99,99% скорости света и сталкивает их друг с другом. Среди множества различных продуктов распада, произведенного этими столкновениями, ученые в подобных местах обнаруживают целый зоопарк странных экзотических частиц. А сейчас они охотятся на одной из самых неуловимых частиц, которая считается основой формы всего, от атомов нашего тела до далеких звезд. Если эта частица будет найдена, она переопределит нашу картину мира. И поиски, начатые более 40 лет назад, увенчаются успехом. Все началось в 1964 году, когда молодой английский физик по имени Питер Хиггс предположил такую радикальную теорию пространство, что чуть было не разрушил свою карьеру. Мне сказали, что я несу ерунду, что я не могу быть прав. То есть, они просто не поняли, что я говорил. Хиггс и несколько других ученых боролись с загадкой, говорящей вот о чем. Фундаментальные частицы Вселенной содержат разную величину массы. То, что мы обычно называем весом. Без массы эти частицы никогда бы не объединились для создания знакомых нам атомов, из которых состоит весь наш окружающий мир. массу. что создает массу? И почему разные частицы обладают разной массой? Сколько бы ни пытались, никто не мог ответить на этот сбивающий с толку вопрос. Затем, как-то в выходные после прогулки в пригороде Эдинбурга, Хиггса посетила странная идея. Используя математику, он представил пространство иначе, как нечто похожее на океан. Частицы окунались в этот океан и набирали массу по мере движения в нем. Чтобы увидеть, как это работает, представьте, что масса частицы подобна славе актера, а океан Хиггса это толпа папарацци. Некоторые частицы, как неизвестные актеры, легко проходят сквозь толпу. Они не интересуют папарацци. Но другие частицы, как суперзвезды, должны проталкиваться и давить. И чем сильнее они стараются прорваться вперед, тем больше они взаимодействуют с океаном, и тем большую массу они приобретают. Хиггс был убежден, что он совершил великое открытие. Но когда он представил свою идею в журнал Церна, ее отклонили. Хиггс непоколебимо совершенствовал свою теорию, пока ему не предложили представить ее в старом прибежище Эйнштейна, институте специальных исследований Принстона. Там он ожидал, что его идею встретит суровая критика. Я спокойно ехал по шоссе и увидел знак поворота на Принстон. Это столкнуло меня лицом к лицу с тем, на что я шел. Меня бросило в холодный пот, я начал дрожать, пришлось остановиться на обочине, чтобы прийти в себя. Хиггс упорно продолжил путь. Это была первая из серий бесед, которые глубоко убедят его коллег, что он обнаружил нечто основательное. В конце концов, я измотал их. Я почувствовал победу. И приятно проводил время на последующих собраниях. Сегодня идея, впервые представленная Хиггсом, которая носит название Поле Хиггса определяет наше понимание пространства. Поле Хиггса повсюду. У него есть эффект даже в самом пустом вакууме, оно дает массу. Так что думаю, что Хиггс заслуживает еще одну очко за то, что он один из людей, сказавших, что пространство это нечто. У него есть присущие ему свойства, от которых нельзя избавиться и нельзя их отключить. Единственная проблема, нет никакого физического доказательства наличия поля Хиггса. По крайней мере, пока. Но ученые в Церне пытаются столкнуть между собой частицы с такой энергией, что они могут отколоть свободный кусок поля Хиггса, порождая крошечную частицу самого поля. Хиггса. Они словно пытаются отщепить кусок пространства. Мы считаем, что если мы ворвемся в пространство с достаточной силой, благодаря ускоренному столкновению частиц, то сможем сделать так, что из пустого пространства возникнет частица Хиггса. Все наше понимание материи, каким оно является сейчас, рухнет, поле Хиггса не существует. Я не думаю, что кто-то серьезно сомневается в том, что мы его увидим. Конечно, если все-таки нет, это будет крайне невероятный результат. Нахождение частицы Хиггса станет крупной вехой, утверждающей, что в высшей степени пустое пространство влияет на всю материю. Однако выходит так, что пространство содержит ингредиент гораздо более неуловимый, чем все, что Хиггс когда-то представлял. Этот ингредиент может оказаться ключом к величайшей из всех загадок к судьбе космоса. Эта загадка берет начало примерно 14 миллиардов лет назад с так называемого Большого Взрыва. За долю секунды Вселенная приобрела мощное расширение, силой посылая пространство вперед. И с тех пор пространство расширяется. Многие десятилетия большинство ученых считало, что расширение должно замедляться благодаря гравитации. Когда я подбрасываю яблоко, земная гравитация в итоге останавливает его и возвращает обратно. Как яблоко замедляется со временем, так и Вселенная должна замедлить свое расширение из-за гравитационного притяжения всей материи и энергии ко всей другой материи и энергии. Но это рождало вопрос. Какова судьба космоса? Будет ли пространство расширяться вечно? Или же гравитация в итоге остановит расширение пространства и она начнет схлопываться само в себя в большом сжатии? Чтобы решить эту загадку, две группы астрономов собрались измерить замедление расширения с помощью нестандартного инструмента взрывающихся звезд, называемых сверхновыми. Сверхновая звезда это звезда, которая прекращает свое существование мощным взрывом. они обладают очень мощным светом и могут быть яркими как миллиард солнц. Что делает сверхновые звезды столь примечательными, это то, что они очень похожи друг на друга, когда взрываются. Они достигают одинаковой яркости и затем угасают примерно одинаково. Поскольку взрывы такие яркие и универсальные, команда посчитала, что сверхновые звезды будут вести себя как четкие космические маяки, позволяя им проследить, как расширение пространства со временем замедлилось. Проблема в том, что сверхновые звезды крайне редки. Чтобы найти достаточное количество, Перл Мутер несколько лет обзванивал астрономов по всему миру, прося провести некоторое время у их телескопов. нам нужны самые большие телескопы в мире, нам требовались идеальные условия. И в этих идеальных условиях я звонил людям посреди ночи, когда они занимались серьезной работой, и говорил, я знаю, что у вас очень загруженный график, но, может быть, вы смогли бы втиснуть туда получасовое наблюдение, нам это было бы очень-очень интересно. когда в итоге у них набралось достаточно данных для составления графика замедления и расширения Вселенной, они были крайне удивлены. Результаты выглядели довольно странно. Они не показывали никакого замедления Вселенной. Поразительно. Вселенная на самом деле ускоряется. Это как если бы пространство, которое, как мы считали, было ничем, фактически обладало собственной упругостью. Пространство не хотело сжиматься, пространство хочет расширить Вселенную еще больше. Это было похоже на то, что Вселенная со временем расширяется все быстрее и быстрее. Она скорее ускоряется, а не замедляется. Моим немедленным ответом было, мне необходимо выяснить, почему все не так, это не может быть правдой. Но это было правдой. И большинство ученых сходились в одном объяснении. Есть то, что заполняет все эти прекрасные научные системы квантовой механики, относительности физики частиц, которые мы разработали за последние сто лет. Но ничто из этого не может объяснить темную энергию. обнаружение темной энергии принесло еще один сюрприз. Идея, что Вселенная содержит подобный ингредиент, на самом деле возникла на 80 лет ранее. Я открою вам маленький секрет. Хотя он и не называл эту темной энергией, давным-давно Альберт Эйнштейн предсказал, что само пространство может вызывать силу, отталкивающую галактики друг от друга. Вскоре после создания общей теории относительности и теории гравитации, Эйнштейн обнаружил, что согласно математике Вселенная будет либо расширяться, либо сжиматься. Она не может сохранять постоянный размер. Это сбивало с толку, ведь до того, как они узнали о Большом Взрыве, большинство ученых, включая Эйнштейна, представляли Вселенную статичной, вечной и неизменяемой. Когда вычисления Эйнштейна предположили, что Вселенная расширяется или сжимается, что это вовсе не статичная Вселенная, в которую все верили, у него появились проблемы. Эйнштейн вернулся к своим уравнениям и изменил их, чтобы получить своего рода антигравитацию, которая придаст пространству силу внутреннего расталкивания, противостоящую сжимающей силе гравитации, что позволило Вселенной остаться недвижимой. Он назвал это изменение космологической постоянной. Добавление космологической постоянной спасло его уравнение. Но правда заключается в том, что Эйнштейн не знал, существует ли такая противодействующая сила или антигравитация на самом деле. Введение космологической постоянной Эйнштейном было не самым изящным решением, чтобы найти то, что он искал, статичную Вселенную. она достигает эффекта антигравитации. Она говорит, что гравитация иногда может вести себя таким образом, что не собирает все вместе, а наоборот, отталкивает. Как столкновение двух титанов, космологическая постоянная тяга обычной материи могли держать Вселенную под контролем и сохранять ее неподвижность. Но чуть больше десяти лет спустя астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная нестатична. она расширяется благодаря силе Большого Взрыва, произошедшего 14 миллиардов лет назад. Это означало, что первоначальные уравнения Эйнштейна не нужно было изменять. И внезапно потребность в космологической постоянной улетучилась. Эйнштейна Пожалуйста. Говорят, что Эйнштейн назвал это своим самым крупным промахом. Но вот в чем дело. С последним открытием того, что расширение Вселенной ускоряется, ученые убедились, что в пространстве есть нечто, расталкивающее объекты. И 70 лет спустя крупнейший промах Эйнштейна может встать в один ряд с его крупнейшими открытиями. Об этом никто даже и подумать не мог. Но возможно космологическая постоянная Эйнштейна это ключ к пониманию расширения Вселенной, каким мы его видим сейчас. Хотя никто не знает, что такое темная энергия, вместе с ней рождается удивительная и волнующая возможность. Эйнштейн описывал силу этой антигравитации как константу. Но постоянно ли сила темной энергии? И что, если она изменяется со временем? Ответ может перевернуть все, что, как мы считали, мы знаем о судьбе космоса. В данный момент все в нашем мире, от молекул, составляющих мое тело, до молекул, составляющих Луну, держится вместе с силами, которые превосходят расталкивающую силу темной энергии. Поэтому мы не видим расширения вещей в нашей обычной жизни. Но возможно, это не будет длиться вечно. По одному сценарию, темная энергия продолжит расталкивать галактики все дальше и дальше, пока они не окажутся так далеко друг от друга, что Вселенная станет холодным, темным и одиноким местом. По другому сценарию, сила темной энергии может увеличиться со временем. Она станет такой сильной, что разорвет на части все внутри галактик. От звезд и планет до любой другой материи. если темная энергия будет расти со временем, тогда даже атомы разорвет на части, когда между ядром и электроном соберется достаточно темной энергии. Большой разрыв. Но пока наше путешествие, которое началось с представления Исаака Ньютона о пространстве как о пустой сцене, еще не окончилось. Помимо того, как мы более тщательно изучаем ткань мироздания, мы можем обнаружить еще больше сюрпризов, чем мы все могли представить. Возьмите, например, меня. Я окажусь действительно реальным, не так ли? Ну, в общем, да. Но появляются неожиданные новые догадки, что все, включая меня, вас и само пространство, может в действительности оказаться чем-то вроде голограммы. то есть все, что мы видим и ощущаем, все, что мы называем нашей обычной трехмерной реальностью, может оказаться проекцией информации, которая хранится на тонкой, удаленной на большое расстояние двухмерной поверхности. Примерно так же, как информация для этой голограммы хранится на этом тонком кусочке пластика. Нам всем знакомы голограммы по защитным знакам, которые есть почти на каждой кредитной карточке. Но Вселенная как голограмма. Это один из самых радикальных пересмотров нашей картины мира и реальности из всех когда-либо предложенных. И свидетельства происходят из одного из самых странных мест в пространстве, из черных дыр. Когда я был более молодым физиком, я бы подумал, что физик, сказавший такое, сошел с ума. Вот как можно это представить. Предположим, я взял свой бумажник и бросил в черную дыру. Что произойдет? Мы считали, что поскольку ничто, даже свет не может спастись от безмерной гравитации черной дыры, мой бумажник потерян навсегда. Но сейчас оказывается, что на этом история может и не кончиться. Недавно ученые, исследующие математические описания черной дыры, сделали удивительное открытие. Несмотря на то, что мой бумажник исчезает в черной дыре, копия всей информации, которую он содержит, разматывается и хранится на поверхности черной дыры примерно так же, как данные хранятся в моем компьютере. И в итоге мой бумажник существует в двух местах. Есть трехмерная версия, навсегда потерянная внутри черной дыры, и двухмерная версия, которая осталась на поверхности как информация. Информационное содержимое всего, что попало в черную дыру, может быть выражено на поверхности черной дыры. Идея в том, что можно понять, что происходит внутри черной дыры, изучая только то, что находится снаружи. И в теории я могу использовать информацию вне черной дыры, чтобы реконструировать свой бумажник. галактик. А вот по-настоящему ошеломляющая часть теории. Пространство внутри черной дыры живет по тем же законам, что и пространство снаружи черной дыры. И где бы то ни было. Так что, если объект внутри черной дыры может быть описан благодаря информации на поверхности черной дыры, возможно, и все во вселенной. От галактик и звезд до меня и до вас, даже само пространство это проекция информации, хранящаяся на далекой двухмерной поверхности окружающей нас. Другими словами, то, что мы считаем реальностью, может быть чем-то вроде голограммы. Является ли трехмерный мир иллюзии в том плане, в котором голограмма это иллюзия? Возможно. Я склонен считать, что да, трехмерный мир это своего рода иллюзия, а предельно точная реальность это двухмерная реальность на поверхности Вселенной. Эта идея столь нова, что физики по-прежнему лишь пытаются ее понять. Но если это правда, то как и Ньютона, затем и Эйнштейн, которые полностью изменили нашу картину мира, сейчас мы можем стоять на грани еще более драматической революции. Для того, что является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, пространство остается знакомым чужаком. Оно окружает нас повсюду, но мы по-прежнему далеки от того, чтобы раскрыть его истинное лицо. Это может занять сто лет, может тысячу, или это может случиться завтра. Но когда мы решим эту загадку, мы сделаем большой шаг навстречу полному пониманию тайны мироздания. мироздания.